Покупают машины в Америке, которые утопленники, и все твои клиенты, я так понимаю, да? У нас обычно на рыбалке таких разносолов не бывает. 14, 15, 16, 17. Везде был, не мог он ничего сделать. Все поменяли, ничего не работает. Вот такие дедушки приезжают сюда и занимают по 150-130 метров берега. Наварил кашу, да? Тарасыч не хочет ее есть. Чародей, что ты сделал, да? Да, они даже не поняли, что произошло. Шнурочек небольшой. Ну вот. Даю ему ключи, чтобы он завел, он перепуганный, говорит, не, лучше вы. Красавица, а? Раз и что-то тянет, это уже интересно. Как бы там ни было, мы в любом случае будем убирать. И вам это советуем. Уникальный автомобиль, единственный, наверное, в Одессе такой. В Украине. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня 7 ноября 2019 года. Мы на Днестре, у нас туман. Погода обещает быть классной. Солнце вот-вот-вот-вот, уже выйдет. Вот, уже так расцвело. Мы еще не забросились. Сейчас будем забрасываться. Все, кто имеет отношение к Октябрьской революции, поздравляю с праздником. У всех остальных рабочий день, поэтому работайте. И как раз вечерком смотрите наши видео на диване. Друзья, сегодня у нас видео будет с подписчиком канала Все для Клева. Это Андрей. Привет, Андрей. Приятно. Здравствуйте. Он такой, сколько ты на рыбалку часа ездишь, Андрей? Редко. Насколько редко? Очень редко. Очень редко, да? Ну ничего, сегодня проведем с Андреем небольшой мастер-класс. Покажем, расскажем ему, как нужно правильно что делать. Вот. Посвятим во все эти тонкости и моменты. И надеемся, что сегодня мы поймаем карпа, да, Андрей? Конечно, мы только за этим и приехали. Да. Хотя уже ноябрь, как бы. Вот. Местяк у нас сегодня классный. На 51-м километре. Там, где мы проводили субботник, если ехать влево с дороги, то это второй съезд. Широкое, широченное место, свободное. Кстати говоря, там дальше тоже место свободно. То есть, если ехать в четверг, как мы сегодня приехали, то в принципе нормально. Если вы помните звезду наших телесериалов, это наш Тарасыч, драгоценнейший. Приветствую, Тарасыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Под чистой случайности. Под чистой случайности. Чисто-чисто случайности встретились на двух столбах. Раз ваш, куда? Я говорю, куда-куда? На Днесов, куда еще? Так огонь, да? Да, да, да. Будем пробовать. Рассказывайте, что уже забросились? Да. Так. Ничего. Галяк пока? Полно. Ничего, только начало. Нет. Что, не? Неприятно. Неприятно? Через секунд десять уже загнал ловится. По часу ждать 7 ноября такой праздник. Ну да. А нашу просто не в курсе дела, что сегодня праздник. Тарасыч, вы на хищника что-то кидали? Нет. Еще нет? Пока нет. И, наверное, не будет. Тут много травы. Листья. Да, листья, кстати, идут. Будем просто тупо тягать. Цельство. Понятно. Что за оснастка, Тарасыч? Пастерностер. Патерностер? Патерностер, да. Патерностер, да? Глухо. Прикормочка такая интересная. Прикормочка же не такая, конечно, блатная, как у вас. Что-то макроватая чересчур, я смотрю. Ничего. Ничего? Или это специальная фишка какая-то? Вы что-то знаете, Тарасыч? Какая разница? Короче, мы это посмотрим и узнаем чуть позже. Макроватая она не может... Если она есть, она будет брать. Если нет, то сейчас посмотрим. Ладно. Все, мы пошли забрасываться тоже. Ее пока нет. Друзья, я планирую ловить на два удилища. Вот. Вот мое рабочее место. У меня оснастки две. Одна с паучком. Вот такой отводик из фидергама. И маленький-маленький крючочек. На этот крючочек мы будем насаживать червячка. Особенностью его является то, что он очень тонкий, очень маленький, но на нем есть небольшие зазубрины. И это позволит нашему червячку держаться на крючке. И второе у нас получается с потапом, кормушка. Тоже самое фидерная оснастка с резиной, фидергамом. И крючочек будет с волосяной оснасткой. На волосяной оснастке будет горох. Замешали мы прикормку. Вот она у наших прикормочка. В этот раз я сварил горох. Вот. В надежде поймать карпа. Добавил туда прикормку. Что я там добавил? Ай-подсекай мушля. Мушля это... Это что? Это ракушка. И второе халва макуха. Две прикормки и 2 килограмма гороха. То есть получилось один к одному. Я сделал такую смесь, скажем так. В коробках червь и опарыш. Плюс горох. То есть будем ловить вот на такой вот вариант. Андрей, ну расскажи, чем ты занимаешься вообще? С недавнего времени, уже лет 10 как, занимаюсь диагностикой автомобилей. А именно электроника, диагностика. Все, что связано с современным автомобилем, с поломками. Ага. То есть, я так понимаю, все клиенты, которые покупают машины в Америке, которые утопленники, все твои клиенты, я так понимаю, да? Ну, не все, но большинство приезжает, лечится, чинится. В нашем сервисе. Ага. Друзья, ну если у вас тут какие-то моменты есть проблемные, по диагностике, там, по электрике, обращайтесь с Андреем. Очень высокого класса специалист. Потому что я изучал законома для участка цепи, да? Когда-то умеет работать с осциллографом. Это основной инструмент, которым я пользуюсь в диагностике бензиновых двигателей. Ага. Самое интересное, что мне Андрей рассказал, что он купил себе дизельную машину и убрал все, что касается дизеля и поставил туда газ, да? Да. Ездит только на газу. Уникальный автомобиль, единственный, наверное, в Одессе такой. В Украине. Даже в Украине? Да. Ого. Вот так, друзья. Представляете, сам взял и сделал такие вещи. Но таких проектов вообще не делали. Ну вот, первый проект. Так что, если что, обращайтесь. Специалист высокого класса. Пока экспериментируем и пытаемся внедрять это в массовое. То есть, у кого есть дизельный двигатель, он ему надоел, хочет перейти на газ, обращайтесь. Толково. Так, ну на что ты будешь сегодня ловить, расскажи мне. Где твое удилище? А, пока одно ты поставил, да? Внутреннее вакония не дает вторую удочку развернуть. Ну, ничего, ничего. Давай. Это паук, который я тебе дал, да? Да. Угу. Смотри, значит, с пауком ситуация такая. Значит, каждые 5-6 минут нужно перезабрасывать удилище. То есть, там потихонечку вымывается прикормка. Желательно кидать в одну и ту же самую точку. Вот эти основные принципы, которые тебе говорю, надо в принципе восполнять. То есть, посмотрел, ага, прошло 5-6-7 минут, перезабросил. 5-6-7 минут, перезабросил. Еще такой нюанс, в основном ловил я на остовках. Ну, да. Первый мой выезд на речку. После очень длительной паузы. Ничего. Сейчас быстренько восстановим твои все навыки, моменты и нюансы. Все расскажем. Кстати, здесь мы недавно проводили субботник. Посмотрите, друзья, видео про наш субботник. Оно в правом верхнем углу. Народ опять кидает, мусорит, блин. Грубо говоря, себе прямо под ноги хезает. Да, смотрите, опять бутылки. Опять пакеты. Страшно, друзья. Страшно становится, блин. Что люди никак не могут понять, что такого делать нельзя. Вот смотрите. Косервные банки. Московский паштет, блин. Бутылки. Стекло, блин. Еще и наехал я, да? Ой, блин. Так, Тарасыч. В листья кидает поплавок. Такое ощущение, что вы сходите с трамплина прыгнуть в воду, Тарасыч. У меня такое ощущение. На этом месте должен был быть и я, да. Друзья, у нас у Тарасыча первая поклевка. На проводочку. На проводочку, на поплавочку. Просто. На поплавочку, на поплавочку, да? Да. Красава. На еперш? Ну, его, конечно. Чик. Так, Андрей ставит уже вторую оснастку. Вон, покажи. Так, тут паучок. Отводик. Из фидергама. И крючочек, волосяная оснастка. Ага. Ну, давай огонь. У меня пока ничего не клюет. Даже не объедает ни опарыша, ни червя. Андрей восстанавливает свои утраченные навыки в рыбалке. В забрасывании удилища. Да, Андрей? Да. Так. Внимание. Огонь. Ну, для начала, я тебе скажу, нормальный заброс. Я старался. Молодец. То есть, навыки не утрачены. Давай, расскажи мне. Вот, в основном, клиенты к тебе приезжают. По каким вопросам? Что у них там не так с машинами? Какие чаще всего поломки ты ремонтируешь? Частые проблемы. Везде был, не мог он ничего сделать. Все поменяли, ничего не работает. Достаточно сделать незначительную регулировку системы, и все становится на свои места. То есть, машина не заводится, да? Что еще? Троит, не заводится, неровно работает. Ага. Вот. Остальные жалобы клиента в том, что нет специалистов. Вот. И остается только, говорится, воспользоваться своим очень хорошим оборудованием для того, чтобы увидеть банальную проблему. О, так он клюет. Е-мое. О, Андрей клюет. Убери колокольчик сразу. Давай, давай, давай. Это на... Ну что там? На горох? На червя? Да. Угу. Ну, вытаскивай, вытаскивай. Посмотри, что там. Зачастую бывает там ситуации, когда человек приезжает, месяц не может завести машину. Ага. Причем, это происходит таксист. Работает такси, единственный заработок – это автомобиль. Месяц каждый день приходит на СТО, для того, чтобы ему починили. Проблема была в чем? Во время установки датчика коленвала обломали зуб на шкиве коленвала. Вот и все. Снимаю. Своим оборудованием я это вижу. Лезу в этот маркерный диск. Снимаю его, даю клиенту. Он везет его с разборки. Ставите. Ставим. Он даже… Шепчет, да? Даю ему ключи, чтобы он завел. Он перепуганный, говорит, не, лучше вы. Ага. Заводится машина, и он уезжает. Так, а девчата приезжают к вам? Очень часто. Да? А у них какие в основном проблемы? Ну, одна из проблем, вот девушки приехали, им сказали, что мотор не работает. Ну, что надо делать капиталку двигателя. Ага. Банально, во время того, когда я с ними разговаривал, просто затянул свечи зажигания. Ага. И привез им расход, проехались по городу. Вместо 16, у меня получилось 7,5. Литров, да? Ну, вот так. Они такие, чарадей, что ты сделал, да? Да, они даже не поняли, что произошло. Что так быстро чинится автомобиль, да? Поэтому нюанс, много очень нюансов по электронике, которые надо видеть именно оборудованием своим. То есть я без своего оборудования тоже в поле вряд ли что сделаю. Ну, понятно. Ну, опыт мой еще можешь что-то направить куда-то, но конкретно показать причину сложновато. Поэтому современные автомобили лечатся современными методами диагностики. Есть очень много способов, методов, которые за 5 минут определяют 80% неисправность. Ух ты. Так что, друзья, надеюсь, Андрей вам рассказал очень много. И теперь уже у вас нет сомнений, куда нужно приехать, если с вашим автомобилем какая-то бяка. И самое главное, что если эту бяку вы уже долго лечите и не можете вылечить ни на одном из словов. Вот, приезжайте к Андрею, он вам ткнет в суть проблемы. Правильно? Да. Постараемся. Постараемся, по крайней мере, помочь. Ну что ж, друзья, у меня тоже первая поклевка. Первый. Сработала паук. Кормушечка. И вот такой у нас бычарик. На червя с опарышем. Ну, начало положено. Начало положено. Это уже хорошо. Вот видите? А на опарыша клюет? Ну, ты сейчас поставил кусочек червя и кусочек опарыша. Ну, по моему опыту на опарыша проблематично мне было ловить. Подсак. Подсак нужен? А ну, дай подсак ему. Возьми, возьми, Андрей, бегом, 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 бегом. Раз и что-то тянет, это уже интересно. Че там, Тарасыч? О, подлечик хорошенький. На шо? Черево-опарыш? Черево-опарыш на смесь. Черево-опарыш? На кусочек того, кусочек того, да? Нет, целый червя, пару опарышей. Пару опарышей. Аллилуйя. С почином, Лев Егорович. С почином, Лев Егорович, да. Стреляй. И, кстати, он еле клюет. В нем нету такого. Вот так, тык-тык, все, тык-тык. Я отошел, думаю, бычок, лед. Я говорю, тык-тык, думаю, ну, потяну, есть. Ну, вот так вот. Вот так вот, ребят. Мелский. Я такой тоненький, пожалуйста. Да. Так вот, Андрей, у тебя проблема была в том, что ты использовал толстые крючки. Из-за того, что ты использовал толстые крючки, напарышей ты не мог ловить, потому что он у тебя лопался прямо на самом крючке, понимаешь? У меня очень тоненький крючок. Поэтому надо брать тоненькие крючочки. Тоненький, не маленький, не маленький. Тоненький где-то, не по-советски, где-то шестерочка. Шестерочка. Сейчас мы будем ловить лещей. Что там у нас? Посмотрим сейчас. Давай. Та, не пацан. Как не? Как-то без пацан. Та, не надо, Андрей, не надо. Та, там мелочь какая-то. Подожди, подожди, подожди. Вот сейчас. Тарань, конечно. Я вам скажу, друзья. Но это... Я такой и не видел, честно говоря. Но очень хорошая таранечка, смотрите. Смотрите на что. Короче, по совету Тараса сейчас поставил три опарыша. И вот на три опарыша клюнуло. Вот они. Даже четыре. Как красиво таранюшка. Красавица, а? Ну, красивый. Слушай, а ну покажите, Тарасыч, нормальный. Такой себе. Ну, класс. Тарасыч, а длина поводка какая у вас? Да, метр двадцать, я не знаю. Вот это вот такое вот такое. Ого, ты тут больше, чем метр двадцать. Ну, я там от этого считаю. А вот там стоит у меня 50 сантиметров. Вообще не берет. Вот крючочек небольшой. Тоненький. Да, длина поводка серьезная. Андрей, а расскажи какие-нибудь еще экстраординарные случаи, которые у тебя были на работе. Что там, какие-то еще клиенты? Ну, вспоминаю один момент, когда человек поехал на западную Украину на Opel, и там у него поломался мотор. Пошел на разборку, взял другой двигатель, точно такой же, поставил, и машина в аварийном режиме приехала к нам в Одессу. После диагностики оказалось, что маркерный диск коленвала не соответствовал тому, что было. Мы посмотрели на его старый мотор. Пришлось что сделать? Спилить два зуба в одном месте на коленвале и наварить сварочным аппаратом в другом месте зубья так, чтобы соответствовало тому мотору, который был. Машина завелась, работает по сегодняшний день, проблем нет. Ну, блин, вот это да. Ну, сколько труда пришлось вложить моториста, привлечь, чтобы он сварочным аппаратом, пинцетами подварил, подпилил эти зубья, потому что зубчики 2 мм шириной. Да. То есть все по-взрослому, я смотрю. Слушай, расскажи про свою машину, которая с газовым оборудованием на дизельной машине. Ну, давно планировал сделать что-то неординарное, такое, ну, скажем так, удивить. Ага. Решили взять дизельный двигатель, оставили полностью поршневую систему, компрессия в цилиндрах 25 кг, установили свечи зажигания в цилиндре и поставили газовые форсунки. Машина работает на газу, расход чуть-чуть выше, чем на дизеле, к примеру, 100 км по трассе, расход где-то 7,5-8 литров газа. Так это вообще шара? Ну, можно сказать, да. При дизельном расходе где-то 6,5 литров. Литров. Ну так цена газа и солярки разная? Мотор 2,2 турбо, еще какие нюансы, у нас многие привозят дизельные машины с значительным пробегом, европейцы, они умные ребята, они имеют, знают, что 200 тысяч и машину надо отдавать куда-то в более дешевые страны, что мы и делаем, покупаем эти машины, а потом имеем проблемы. Чистим форсунки, покупаем такие же бэушные с пробегом в 200 тысяч, ТНВД меняем на такой же, потому что новые стоят, представляете, каких денег. Я решил пойти другим путем. Взял такую же за 200 тысяч, да? Да, 230 тысяч пробега и решил поменять систему. Свечи зажигания менять, думаю, несложно, ну и газовые форсунки. Слушай, ну, а это же как-то должно быть прописано, по идее, в документах? Ну, а как у нас бензиновые моторы прописаны с газовым оборудованием? Не, ну как-то там же дописывается, что там газ. Правильно, у меня Fiat, дописано газ. Дописано газ. В дизельной машине дописано газ? Ну, в дизельной машине тоже есть эксперименты, доукомплектовывают газовым оборудованием, соответственно, они и дописывают в техпаспорт. У тебя дописано? Еще нет, еще не закончен проект. А, проект не закончен. А, проект еще не закончен, поэтому пока эксперименты, поэтому и цены нет на сегодняшний день на данное оборудование. То есть все творчество, все сугубо индивидуально. Понятно. Проекты есть. Студенты из политехнического института обратились с помощью по настройке мотоциклетного мотора. Установили им свой блок управления двигателем. И настроили данный агрегат по ихним регламентам, как бензиновый мотор, для участия в соревнованиях. Люди уже два года катаются на данном агрегате, как я слышал. А, это у них типа на соревнованиях какие-то, да? Они участвуют на соревнованиях, они показывают... Что, гонки какие-то или что? Ну, не только гонки, проверка на дизайн автомобиля, проверка на тормозной путь автомобиля, как они подвеску делают. То есть они полностью, они как автомобилисты, строят свой автомобиль. Ага. Занимаются творчеством. Ну, соответственно, ставят на него мотор. Мотор обычно берут мотоциклетный, потому что маленький, удобный, и можно его настроить. Но по регламенту мотоциклетный мотор не совсем подходит, потому что есть нюансы. Поэтому мозги от мотоциклетного мотора не позволяют данному агрегату работать в ихнем регламенте. Ага. Поэтому приходится ставить инженерные мозги, блок управления двигателем, и этот мотор настраивать под ихние требования. Ага. То есть они к тебе обрастились? Они обратились. Мы дали им схемы, как установить под моим присмотром. Они подключались. Я смотрел, контролировал этот процесс. Ну, процесс настройки, конечно, у них проходит тяжело. Пришлось мне это дело завершать. Понятно. Интересно. Ну, так вот даже помогаем студентам, получается, да? Ну, стараемся. Люди просят. Я понимаю, что... Денег нет. Бюджет ограничен. Поэтому стипендии. Поэтому чем можем, помогаем. Вот, друзья, вот такие у нас интересные одесситы есть. Вот видите. Так что Андрей у нас не случайный человек здесь. Значит, хочу честно сказать, что мы с ним давно уже знакомы. Да, Андрей? Да, еще в другой сфере деятельности. Совместный. Да, вместе служили. Вот. И вот так встретились. Решили съездить на рыбалочку. Отдохнуть. Да, побалдеть немножко. Ну что, у нас пока тишина. Утро сейчас два леща. У меня одна тарань. В Андрюхе пока только поклевка была. Как крючок. Ну так иди давай, меняй уже. Давай, давай. Только еще поменял. Давай, иди меняй. Друзья, еще один, еще один бычарик. Вот такой красавец. На, парыш. Пока не клюет. Но чтобы начало клевать, что нужно сделать? Андрей, что нужно сделать, чтобы начало клевать? Покушать. Правильно. Поэтому мы сначала немножко изюмчика. И кашку. Нашу дорогую овсяночку. Вот так. Так, друзья. У Тарасыча шнурочек небольшой. Сантиметров двадцать. Двадцать два. Двадцать два. Ага. Не уменьшайте моё это достоинство. Щуки пойманной. Ну ладно, ладно. Двадцать два. Согласен. Все. Отпускаем красопед. Давайте. На микроджиг, да, Тарасыч? Сколько там? Грамм. Сколько? Это примерно меньше. Да ладно. Ну, грамм по тому. Грамм, я вам говорю. Ладно. Друзья, представляете, вот наварил кашу, да? Тарасыч не хочет её есть. Это вообще, это... Вы знаете, что нельзя? Самая питательная каша, вы знаете, нет? Это лучше её на завтраке? Вообще нет ничего. Ни один мужчина потом не просит добавки. Андрей, ты как относишься к овсяной каши, скажи мне? Положительно. Жена заставляет. Жена заставляет есть? Да. Кушай. Да? Да. Вот сейчас, кстати, сравнишь. Вот каша, которую сварила, варит твоя жена и эту. И скажешь, какая вкуснее. Хорошо? Только честно. Тут бесспорно, на природе вкуснее нужно быть. Ну вот. Тебе съем, конечно. А Дуреша, шо, шо, как? Очень вкусно кашу. Да? Я вот это вот оставлю типа десерт, я поим немножко там, мясо, сало. А, ну конечно, конечно, конечно. Кашу, друзья, каша на десерт, вы поняли, да? Тарас сейчас найдет, достанет своей сальце, яйце. А дайте мне, пожалуйста, ножичек. Да нет проблем, сейчас дам. Мясо и вот рыбу. Это, кстати, по-моему. О-о-о-о-о-о-о-о. Келятинка, ничего такого. Да-да-да-да. Это как это бесхолестериновое сало? Один полезный холестерин. А полезный холестерин? Да, то есть, значит, ножичек. Хорошая плотность. Это ближе к обедам. Правильный. Это ближе к обедам уже. И чухни, наверное, что они на чухне. Так что давайте хавайте. А что вы тут поймаете? А природа? А отдых? Просто, Тарасыч, просто Андрей, впервые на Днестре, чтобы вы понимали. Вообще в жизни. Ну, не может быть и в жизни. На рыбалке. На рыбалке первые? А закидывать как научился? На старте? А, я понял. То есть, на рыбалке же не впервые? Да, но на Днестре, на рыбалке впервые. То есть, по идее, дедушка Днестре должен дать ему карпа, по идее. И ни одного. И ни одного, да. Но не даст. Так, приходите панику на корабле. По идее. Андрей, все будет. На Днестре я рыбачил в детстве в Бабушке, в Чернобыльской области. О, а вы говорите. Там Днестр проходит. Как раз. Ну, там он узенький, да? Такой узенький. Еще шире, чем здесь. Там он охренелый, между прочим. Там пыш. Да. Тогда был. Возьмите Google Maps и подавиться. Камень идет, галька такая, большая. Там подуст. Там такие рыбы интересные. Ладно. Там этот вот, Мирон Усач. А вы говорите. Это у нас тут один карп. Был бы он тут. Бабушка с дедушкой жили 200 метров от Днестра. А вы говорите. Класс. А ну-ка, перцинку такую горной. Там природа такая. Как тут прямо. Ну, что же вот это сладко вон едите. Есть все, чтобы кушать. Есть все, чтобы кушать. Есть все, чтобы кушать. Есть все, чтобы кушать. Андрей, а ну покажи, что там, что там. Крупняк? О, козлик, друзья. Ну, на шо? Червячо. На червячо. С этим, с опарышем. Ну, видишь. Ну, уже есть. Да, уже есть результат. Шо? О, козлик. Или козлик? Козлик. Поклевочка такая красивая была. Просто симпатичная. Да? Хорошая? Да, так. Кофопа подняла колокольчик. Так, у нас завершение завтрака. Андрей, во время завтрака поймал уже две рыбы. Это уже серьезная уже. Заявка. Заявка. Да. У меня пока вон три бычка. И одна таранька. Вот раз, сейчас два леща. А щука. А, и щука. И окунь. О, да, да, да. Да, он у нас сюда. Лидер, лидер сегодня. Эта тарань. Эта таранечка. Что с ней делать? Ну, что считаешь необходимым? То и делай. О. Друзья, матросик такой. На червячка. Гуляй. Когда скучно, трасса начинает джиговать. Да, я на себе так оправдываю. Глотает он на урон. Смотрите, как вы. Есть проблемы. Есть проблемы. Сейчас найду. Тепая. Сейчас открытие. Красавица. Что, опять Андрей? Ну, ты красавец. Вообще молодец. Маленькие. Зато часто. Удальненькие. Мелко, но густо, да? Ноябрь месяц, друзья, у нас бабочки. Видите, какая красота. Пахнет мой палец вкусной прикормкой, айпотекаревской. Смотрите. Бабочке нравится. Только не начинайте думать о том, что сейчас бы бабочку подцепить на крючок и забросить. Это не вообще кощунство. Увидеть такую красоту. В ноябре месяце, это, конечно, классно. Смотрите. Полетело. Клев очень слабенький. Надо что-то менять. На одном будилище возьму, поставлю макушатник. Вот у нас такой грузил. Ласточка есть. 90 грамм. Сейчас лечение не сильное, поэтому и вода будет достаточно. Ну и вот такая клипса с небольшим коротким поводочком. Так, ну пока у нас не клюет, Тарасыч проводит мастер-класс по микроджигу. Пока сошла. Сошла, да? Вторая. Так, граммулька. Так. Чик. Чик. Дальность заброса 8 метров. Дальше не летит. Дальше не летит, да. Так. Так. Ничего. Потому что она цепляется за траву, а не сошла. Нет, ну там, где сошла, так она сошла волны. Такие, что такое? Там волны? Да. Там прямо волны. Это за траву. За траву, да? Да, оно и видно, что за траву, видите? Это руки грязные, с вашими приконками. Так. И легонько. Опа. Опа. Ждем. Упала. Еще нет. Еще не упала. А вот теперь, вот это упало. Так. Оп. Подтягиваем. Подтягиваем по чуточку. Разрешайся, а если поставить больше? Немножко. У меня нет. У меня есть граммы, у меня есть 10. Не 5, не 3 с собой, ничего нет. Ай-яй. Это 5, трава долбанная. Ай-яй-яй. Видите? Никакого вам мастер-класса. Друзья, у нас тоже козлик, тоже на опарыш. Ну, такие небольшие. Ну, шо? Шо с них взять? Друзья, хочу показать вам, как занимают места. Вот раз удилища, два, три, четыре. Вот такие дедушки приезжают сюда и занимают по 150-130 метров берега. Это все одним человеком занято. Одним смейщиком, чтобы вы понимали. Вот. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать, удилищ на одного. И вот дальше еще, смотрите. Это все я еду, это все его одно место. Нормально? Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Вот здесь было наше когда-то место номер один. От него осталось только веревка. Вот такие вот рыбачье приезжает и занимает берега. И еще куча целых балабаек. Вот так вот. Никак не нажрутся, блядь, рыбы. Так, Тараси что-то опять ловит. Что там? Вот такой козлечек небольшой. На красненький пуфик. Не, я его, он съел его. Умм. На водку. Короче, красный пуфик с аппарашем? Да. Вот он этот пуфик, этот красненький. Это здорово. Это у меня поможет. Никак, мы ничего не трогаем. Да? Угу. Друзья, у нас закипает кофе. Вот, и Андрей немножко удивил, потому что у нас на... Он ковод набрал на 3 года. У нас обычно на рыбалке таких разносолов не бывает. Виноградик тебе. Пирог. Яблочный, да, Андрюш? Да, яблочный. А это что? Перец. Жареный перец. Чесночком. С чесночком. А это? Отбивные. Сало. Яйца. Сок. Ну, короче, друзья, я не знаю. Почти. А, почти. Йопарнитиатр. Короче, у нас сегодня пир. Остаемся на ночь. Пир на весь мир. Так, выключаем. Короче, мы такое все еще будем бухать. Ну, бухать нет, Тарасович, вы на машине за рулем, и я... Пробуйте сало. Да, начнем сало. Сало это блин. Ммм, смотрите, какой. Классный кусок. Друзья, ну, короче, контент с рыбалкой не совсем удался. По крайней мере, не очень, но пожрали очень неплохо. Траза, почему не клюет, расскажите. Потому что хорошо кушает, чтобы голодные были. Ага. Потому что сюда нефиг было ехать. Надо было куда-то другое место? Куда-то поближе. Ну, куда-то, к мосту, может быть, вниз. Да там все занято. Ну, ничего. Такие он, дедушки сидят? По 150 метров занимает? Ну, дедушки сидят по 150 метров занимает. Ну, мы идем где-то прикрыться. Где-то надо пониже сейчас. Что мы тут кремся? Вверху, где-то. Мы поехали две недели назад на Турунчук. Вот такой, как хлеб-карасик. Чуть-чуть больше. Зачем он? Раз за разом. Не, ну, конечно, ничего мы не брали. Но вот ничего больше не клевало. Не на шок. Он и на горох клевал. Да? Чуть-чуть больше такой. Ну, еще тепло было. Андрей, сейчас жене скажи большой привет. Вот, скажи, что мы... Не знаю, как трассы, что я удивлен. Такими разносолами. Папа, апа, апа. Алло, началось. Только кушаем, начинает клевать. Папа, Андрей, аккуратно, аккуратно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Кто там? Покажись. Не, ну, клевало солидно. Может быть и дросня, но красиво. Угу. Подъемчик такой, да, Николаш? Да. Мы любим. Угу. Подсак? Что, подсак давать? Андрей? Что, не знаю? Барабанная дробь. так друзья что там у нас на козлик они под да у класс это раньках классная да очень хорошая наша наша красную на красную прикормку она канула так друзья нашел мы собираем мусор решили сделать доброе вечное и хорошее позитивное убираем мусор даже если вы ничего не поймали это не означает что мы не должны этот мусор убирать поэтому территории конечно опять загажена куча бутылок пластиковых стаканов пакетов окурков вот банок из-под червей опарыша очень много очень много всего потом друзья постарайтесь собирать хотя бы свой мусор хотя бы свой я уже не говорю там про да за собой вот вот люди да взяли собрали и мусорный пакет оставили понимаете не делайте так вот так бросают бутылки да они уже разбиты поспорить тоже кошмар как этот мусор мы увезем до ближайшей мусорки раз мы приехали приятно было скажем так отдыхать а если не будет опять чисто будет опять грязно значит мы опять соберем мусор опять и не будем слаживать слаживать руки правильно конечно вот и все как бы там ни было мы в любом случае будем убирать и вам это советуем речной монстр зацепился за ну ну да красавица голубой ведь с одним мусором до 1 уса нет уже куда от стреки мы нам не глядь так друзья вот так заказать наше видео ну мы отдохнули вполне так себе я устал вот значит отдохнули а устал почему уже бегал со спиннингом бросал кидал потому что сегодня ловили на шум огонь ни на что не ловили на гранулы на шманулы на пофиги на червяки на то на сё ну ну шо столь короче была задача что-то поймать вот что-то и поймали да вот это можно назвать что-то что-то трудно назвать рыбок ну ничего подожди рыбалки плохой не бывает вот удачно неудачно судить чуть чуть неудачно чуть-чуть неудачно андрей скажи тебе понравилось да очень свежий воздух главная смена климата смена обстановки мухи летать отлично бабочки 7 ноября вот это просто друзья если видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал судья клёво мы прощаемся с вами до скорой встречи на рыбалке пока